День добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор» телевизионного канала современной гуманитарной академии. В студии Анатолий Алексеев. Мы продолжаем заявленную тему. То есть мы формируем с вами программу, оздоровительную программу нашей программы под гидой семейного доктора. Мы с вами в течение предыдущих двух передач записали, что такое вода, как бы инструментарий такой своеобразный. И в прошлой передаче мы с вами говорили о ваннах, о горячем грудном обертывании, и начали разговор о ваннах. И, насколько я знаю, мы с вами закончили на ваннах с обычной водой. И мы разобрали первую, первую, релаксирующую ванную, да, вот эти вот теплые, приятные. Причем помните, пожалуйста, что в ванной с обычной водой температура этой воды определяется вами. Вами. Лучше всего, вот это самый лучший способ, как определить, вот какая температура воды вот сегодня мне нужна. Померьте, пожалуйста, температуру вашего тела. Она не постоянная у нас, в среднем постоянная 36,6. А так она может быть 36,9, 37,1, 37, 36,4, 36,5. Померьте температуру вашего тела. Возьмите 1 градус, то есть, скажем, 36,4. Значит, вода будет у вас в ванной должна быть 37,4, 37,5. Да? Или у вас 36,6, опять на 1 градус. Значит, 37,5 по температуре раствора в ванной, воды в ванной, это будет самый, так сказать, вот такой лучший вариант для того, чтобы такую ванну провести и потом лечь спать. Второй тип ванн с обычной водой – это так называемые гипертермальные ванны. Гипертермальные ванны. Кому нужно проводить эти ванны с осторожностью? В силу того, что это просто вода. Мы никаких лечебных или, скажем так, веществ, которые будут помогать нам с точки зрения устойчивости, да, ситуации, которая сложилась у нас с вами, мы не добавляем. А ванны эти очень важны. Очень советую, прежде чем, ну, так основательно проводить курс таких ванн, прежде чем проводить их, надо провести такую специальную тест-ванну. То есть, вы наливаете воду в ванной температурой вашего тела, вашего тела, и при этой температуре вы находитесь ровно 5 минут, не больше, 5 минут. Как только вы эти 5 минут побыли, так сказать, вы добавили 1 градус, 1 градус. Это уже будет согревающая ванна. Потому что тогда, когда вы ложитесь в ванну с водой, температурой, равной температуре вашего тела, да, она все-таки за эти вот 5 минут немножко подостывает. И вам становится холодно, зябко в этой ванне. И поднимая температуру на 1 градус, вы начинаете согревать себя. Вот это уже, как бы, тот самый момент, который очень и очень хорошо, главное, мягко очень, тонизировать, начинает тонизировать нашу сосудистую систему. И таким образом вы, так сказать, через каждые 5 минут добавляете по 1-2 градуса. Я почему так медленно рассказываю? Вот первые 3 ванна надо провести так и найти тот оптимальный уровень, температурный максимум, оптимальный температурный максимум, который вы можете использовать. Плюс 1 градус. Скажем, вы дошли до 40-41. Вы спокойно можете сделать, еще добавить к этой температуре 1-2 градуса, но при одном условии. И вот это условие я прошу соблюдать всех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. У кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это понятно. Что это за условия? Начиная с 39 градусов раствора, то есть воды, в которой вы находитесь в ванной, обязательно на голову класть холодный компресс. Это может быть полотенце, намоченное в холодной воде и положенное на голову. Это может быть пузырь со льдом, который тоже можно положить себе на затылок. Это тоже, так сказать, будет вам помогать спокойнее перенести эту процедуру. Ведь она называется гипертермальной. И смысл ее заключается в том, чтобы поднять температуру тела до максимально возможных в домашних условиях величин. Мы с вами должны точно совершенно понимать, что температура тела, после того, как вы выйдете из ванной, не должна превышать 39,5 градусов. 39,5 градусов я не оговариваюсь. В силу того, что в этой воде нет никаких добавок скипидарных, то раздражения на коже, ожоги, они как бы отсутствуют. И вы спокойнее, намного спокойнее переносите эту ванну. И в силу того, что отсутствуют эти раздражающие компоненты, в частности, скипидар, вы можете эту ванну приводить не только там 15-16 минут. Эту ванну можно проводить до часа. До часа. То есть час вы можете находиться в этой ванне, чтобы достичь необходимого эффекта. А вот этот необходимый эффект заключается в повышении температуры тела. Почему? Это нам с вами нужно. У нас с вами огромное количество внутри нашего организма, огромное количество живых существ. Огромное количество. Бактерии, микробы, вирусы, грибки. Да бог знает еще, так сказать, какая паразиты, микроскопические паразиты. Они все живут внутри нас. Как правило, нас, извините, вот борьбе с этой живностью внутри нас не учат. Считая, что с этим должны справляться лекарства. Вирус гриппа, значит, антибиотики. Там, скажем, гепатит, вирус гепатита, антибиотики. Все, что, так сказать, не появилось. Грибы, антибиотики и так далее. И при этом каждый врач прекрасно понимает, что любой тип антибиотика наносит фантастический совершенно ущерб нашему организму. Казалось бы, я должен был бы говорить о том, что бросьте, не подходите, не надо, неправильно. Антибиотики нам нужны, потому что благодаря антибиотикам огромное количество болезней, которых мы сегодня, которые были там, скажем, сто лет назад, сегодня мы не имеем. Не имеем. Мы живем спокойно. Это препараты, которые в экстренной ситуации, я подчеркиваю, в чрезвычайной ситуации, великие наши помощники об этом забывать не надо. Ну, вот я сказал о том, что внутри нас живет огромное количество всяческих, ну, неприятных сожителей. Но кроме того, что существуют неприятные сожители, внутри нас живет огромное количество тех же самых вот этих крохотных существ, без которых мы с вами не выживем. Вот посмотрите, ну, самая пресловутая история, о которой знают все, это бифиды и лактобактерии, бактерии нашего желудочно-кишечного тракта. Продукты жизнедеятельности которых обеспечивают устойчивость нашей иммунной системы. Без них наша иммунная система слаба. Слаба. Это одно из мощных звеньев нашей защиты. Продукты жизнедеятельности вот этих вот крохотных бактерий. Бактерии-помощники живут не только в кишечнике внутри нас. Они живут практически во всех наших паранхематозных органах, полостных органах. Они живут в крови, они живут в лимфе. Понимаете? То есть мы заселены ими, нашими помощниками. На коже, на поверхности кожи нашей живет колоссальное количество бактерий, анаэробных, которые помогают нам сохранить кожу, сохранить целостность организма целиком. И именно поэтому я говорю, ради Бога, пожалуйста, очень аккуратно с этими антибактериальными мылами. помылись, вот смотрите, у вас было там миллион бактерий, так сказать, на этом участке кожи. А сейчас посмотрите там через микроскоп, осталось одна-две. Это не есть свидетельство положительного эффекта. К сожалению, это свидетельство плохого эффекта, мешающего нам жить и мешающего нашему здоровью. Я понимаю, если вы были в зараженной зоне в какой-то, находили, что после этого провести такую обработку тела с помощью такого мыла, бактерицидного, наверное, стоит. Но ежедневно пользоваться им нельзя. Ни в коем случае. Почему я об этом вам всем рассказываю? Потому что повышение температуры тела для нашего организма, это защитная реакция. Но вот наш мозг, да, вот наш управляющий, вот тот центр, который регулирует всё, что происходит в нашем организме, точно совершенно знает, что вот это крохотное существо, эта бактерия нам нужна. А вот хеликобактер лучше бы не надо. Понимаете? Вот эти коки нам нужны. А вот, скажем, вирус герпеса нам, или вирус гепатита нам не нужен. И надо с ним воевать. И при повышении температуры наш организм включает, резко активизирует производство своих внутренних препаратов и лекарств, которые и создают невыносимые условия для жизни патогенной или болезнетворных микроорганизмов. Вот чем тут дело-то. И тогда, когда мы можем с вами поднять температуру тела хотя бы на один градус, мы, наши защитные реакции организма, вот его антибактериальную активность мы повышаем почти в 10 раз. В 10 раз. Понимаете? Так как проводятся эти ванны? Еще раз предупреждаю. Это горячие ванны. Поэтому крайне важно людям, у которых есть некая неустойчивость, ритмическая с точки зрения работы сердца, а ритмии, люди, которые находятся в группе риска там второй, третьей стадии, степени, пожалуйста, прежде чем делать такую ванну, проконсультируйтесь с врачом. И не доводите сразу до максимальных величин. Вначале попробуйте. Спокойно. При спокойных температурных режимах. Даже если вы будете находиться в ванне, где вода будет температурой 38-39 градусов, вы все равно сможете поднять температуру тела хотя бы на 1 градус. А 38-39 – это не клинические, не критичные цифры температур. А, скажем, вот людям, у которых простатиты, у которых, так сказать, прошу прощения, вирусные гепатиты, у которых грибковое заселение кишечника, у которых, так сказать, вялый текущий бронхит в легких, вот грудные обертывания, эти ванны будут, возможно, спасением просто. Итак, начальная температура этих ванн – 37 градусов. Вы ложитесь в температуру 37 градусов. При 37 градусах, находясь в этой воде, в этой ванне, вы будете ровно 5 минут. 5 минут. На пятой минуте вы начинаете поднимать температуру воды, добавляете горячую воду. Тут не имеет значения, какое количество воды горячей вы добавите. В силу того, что у нас нет там биологически активных веществ, каких-либо особых в этой воде, в этом растворе. Это обычная вода. Вы подняли температуру на… через 5 минут, на пятой минуте, вы начинаете поднимать температуру, вы поднимаете сразу до 2, на 2 градуса. До 38. Вот людям, которые находятся в этой сложной ситуации, связанной с состоянием сердечно-сосудистой, лучше поднимать на 1 градус всего лишь. И снова в этом растворе, в этой ванне, надо пробыть ровно 5 минут. Не больше. 5 минут. На пятой минуте вы снова поднимаете температуру воды в ванной. Снова на 2 градуса. Скажем, вы подняли с 37 до 39, и вы подняли до 41. Людям с более сложной ситуацией, значит, на 1 градус это будет у нас с вами как раз 39 только. еще на 2 градуса. И снова при этой температуре вы пробыли 5 минут. 5, 5, 5, 3, 15, плюс вот время на подлив воды горячей, где-то около 20 минут вы уже находитесь, так сказать, вот в этой горячей ванне. Как правило, уже к этому времени температура тела повышается на 1,5-2 градуса. на 1,5-2 градуса. Иногда всего лишь 37,5-37,6 бывает так, в силу того, что вот эта ситуация внутреннего, да, хронического иммунодефицита, когда иммунный ответ у организма недостаточен, эта температура как раз, так сказать, останется на уровне 37,5-37,6. Нам же нужно, чтобы температура еще выше поднялась температура тела. Особенно, я повторяю, это тогда, когда вот, скажем, половые инфекции, герпес там генитальный, или тот же гепатит, снова возвращаясь к этому, или простатит у человека, или хронические бронхиты вялотекущие. Вот все это вот, как вам сказать, вещи, которые, с которыми мы начнем хорошо справляться через эти ванны. После того, как вы побыли 5 минут при 41 градусе, вы подняли снова температуру. Вот здесь не торопитесь. Вы можете поднять на 1 градус до 42, до 42 градусов всего лишь воду, и при 42 побыть еще 5 минут. и поднять еще на 1-2 градуса, до 42-43, иногда 44. 44. Иногда, я это подчеркиваю. Тогда, когда вы уже с этой процедурой освоитесь. И вот при последнем, то есть тогда, когда мы дошли с вами, до 42-43-44 градусов, помните, вы уже не поднимаете температуру раствора, он от этой температуры практически уже не будет меняться. И вы будете находиться в ванне не менее 4 минут. Не менее 4 минут. Если вы, так сказать, переносите спокойно, помните, что холодный компресс на голове, потому что нам очень важно защитить кору головного мозга, помочь организму, так сказать, усилить охлаждение коры головного мозга. Хотя, конечно, вы будете потечь безумно, так сказать, совершенно пот будет течь, и это замечательно. Вы находитесь в ванной столько времени, сколько можете выдержать. Доводить себя до кризиса не надо. И если вы почувствовали некоторую слабость, скажем, какую-то вот подступающую вялость, так сказать, ну, некоторое, как бы, утяжеление состояния, спокойно выходите из ванны и помните промокнуться и в постель. И полтора часа лежать. Сразу после ванны ванной померить температуру. И чем выше будет температура тела, тем действеннее будет эта ванна. Вот, пожалуйста, этого не забывайте. В постели надо обязательно находиться не менее полутора часов, потому что температура тела у вас будет держаться ровно полтора часа. Через полтора часа, как правило, даже немножко раньше, температура вашего тела нормализуется. Что мы с вами сделали? Тогда, когда провели такую ванну, мы подняли температуру тела, включили вот этот экстренный режим внутренней жизни нашего организма, подняли температуру. А раз температура высокая, то на эту высокую температуру немедленно начинает реагировать центр нашей регуляции. Поиск причины. Что могло привести к этой температуре? В силу того, что кровь движется быстрее, лимфы движутся быстрее, обменные процессы, процессы метаболизма происходят в два, в три раза, в четыре раза быстрее, все происходит быстрее, в силу того, что скорости обменных процессов возросли резко, насыщение крови к кислородам, вот тем самым, недостаток которого мы испытываем с вами, тоже резко увеличилось, то есть кислород потек к тем клеткам, которые задыхались, которым было недостаточно, в том числе и клеткам сердечной мышцы, в том числе и в те места, в те части нашего организма, в те зоны нашего организма, где возникли ишемические процессы, где замедлился кровоток. Вот температура, она резко меняет вот эту внутреннюю ситуацию. И вот тут-то наш центр регуляции, наш организм, будем называть его так, наш бог, он немедленно принимает решение о нормализации этой ситуации и начинает как бы резко, как вам сказать, быстро учитывать и токсины, которые есть в организме, и ту вот эту патогенную, болезнетворную микрофлору, которая поселилась, и начала себя неожиданно хорошо чувствовать внутри нас и расправляться с ними. Тут и интерфероны, и интерлейкины идут в ход. Все. Они очень быстро, срочно вырабатываются организмом для защиты его. По сути, вот эта ванна, это резкое и мощное включение в работу защитной системы. Эта ситуация очень непростая. Очень непростая. И невероятно действенная. Особенно тогда, когда у человека сложились вот такие вот непростые отношения внутри организма. Например, при аутоиммунных процессах. Тогда, когда наша иммунная система, наши иммунокомпетентные, как говорят, клетки, фагоциты, моноциты, лейкоциты, лимфоциты и прочее, начали свою работу по убийству врага. А что такое аутоиммунный процесс? Это тогда, когда вот эти клетки, призванные нас с вами защищать, каждую нашу клеточку, каждую ткань, каждый орган, они начинают бороться против нас. как будто бы, так сказать, организм просто-напросто превратился в пятую колонну внутри нас, которая работает против нас. Вот эта ситуация с резким экстренным, вроде как, я это подчеркиваю, беспричинным повышением температуры тела приводит к тому, что наш, вот этот Бог внутренний, управитель, наш центр саморегуляции, где он находится, что это такое, что это за структура внутри организма, до сих пор непонятно, никто его не знает. Но то, что эти механизмы существуют, это абсолютно точно. Как факт, это ясно. Физиологически не ясно, где это. И вот этот вот генерал от инфантерии, распорядитель внутренних резервов, регуляции, так сказать, наших внутренних резервов организма, он и включает в работу эти самые резервы, которые идут на борьбу с теми врагами, которые сегодня ясны, понятны и видны. Грибки, вирусы, бактерии и прочее. Вот ведь что очень важно. Не говоря уже о том, что вот эта ванна, это способ как бы повернуть вспять, направить на путь нормализации внутренних отношений, связанных с обменными процессами. А какое количество обменных болезней у нас с вами есть? Подагры, артриты, артрозы, деформирующие артрозы, анкелозные суставы, то есть вот эти разросшиеся в шипах суставы, коксартрозы, понимаете, ожирение всевозможное, связанное тоже с нарушениями обменных процессов, лепидного обмена. Углеводные нарушения, углеводного обмена, диабет, преддиабет, средняя тяжесть и диабет. Единственное, о чем хочу вас предупредить, это очень мощная процедура, во время которой организм тратит огромное количество сил. Ведь надо эту температуру-то, так сказать, компенсировать, эту ситуацию в организме. Поэтому на борьбу с этой, возникшей неожиданно для организма, ну, как бы, так сказать, вот такое резкое повышение температуры при какой-то очень активной вирусной агрессии, или бактериальной агрессии, или каком-то резко обострившемся воспалительном процессе. Она же для него-то реально существует, для организма. Поэтому тратится очень много. вот где возникает ситуация необходимой помощи себе с помощью биотиков, вот тех самых микро-макроэлементов, витаминов, биологически активных веществ, которые будут сохранять вот эту базу, крепкую базу, для того, чтобы активность организма не падала, чтобы он не истощился. То, что называется адаптогеноми. Это и мед, вот из продуктов. Мед будет помогать, чайную, две чайные ложечки меда в день очень хорошо. Это, безусловно, и витамины, витамины, поливитаминные комплексы. Я в этой ситуации предпочитаю российские, отечественные. Потому что трудно иногда бывает понять, что намешали в том, что привезено сюда. Вообще, это вот, как бы основные вещи, о которых я сейчас говорю. Очень важна вот та же икра морского ежа. Очень важна. Или, скажем, препараты, которые готовятся из гидробионтов, из вот организмов, которые живут в глубине моря. Почему я называю морские ежи? Скажем, есть такие вот препараты, сейчас в России создаются на Дальнем Востоке, скажем, нуклеотины. ДНК препараты, которые тоже создаются из тканей живых и морских организмов. Это очень мощная поддержка для нас с вами в ситуации, вот тогда, когда мы так строим внутреннюю работу нас с вами. Тот же полифит М-масло, совершенно поразительное, которое несет в себе огромное количество фосфолипидов, а фосфолипиды нам нужны для того, чтобы строилась мембрана клетки, чтобы клеточки наши не истощились. Вот такой силы эти ванны, гипертермальные ванны, и они, конечно, нам с вами очень нужны. Это ванны с обычной водой. Именно поэтому эти ванны можно длить до часа времени проводить эти ванны. Я знаю, что тогда, когда доктор Залманов, ну, в его биографии подходил к этой домашней гидротерапии, строил для себя свою систему и находил эти принципы работы с живым организмом, нашим с вами организмом. Он работал в нескольких клиниках в Париже и, так сказать, проводил сам ванны, которые длились до двух часов по времени. нам с вами такие экстремальные ситуации не нужны. Это домашняя гидротерапия. Посему доводить себя до изнеможения ни в коем случае нельзя. И помните правило. Если вы проводите такую ванну и вам становится несколько не по себе, заканчивайте, выходите из ванны и в постель. Следующая передача у нас с вами будет уже в живом, в прямом эфире. И я буду готов ответить на ваши вопросы по всем темам, которые мы с вами разобрали. Дальше я начну строить программу, уже исходя из фактического материала. Ну, а сейчас, как всегда, здоровья желает вам программа «Семейный доктор».